Утром 3 июня этот человек был с нами, Кравцов Сергей. Он мудро досвеченный людина, и его опыт очень пригодился, когда мы демонтировали памятник Ленину. Он вернулся домой, повстречался со своими знакомыми и возвращался к себе, он живет в частном доме. Взяли они такси, 5 человек, включая таксиста, были на машине. Когда подъехали к дому, он увидел темно-зеленый УАЗик людей, пятнистом, в камуфляже с оружием. Давно он мне рассказывал, за несколько недель даже, дней до этого, несколько раз поднимал тему, что у него натянутые отношения с милицией, что пытаются они каким-то образом поджать его бизнес семейный. Они там частные предприниматели, занимаются реализацией мясной продукции. И что угрозы постоянно от милиции, от начальника милиции в дружковке в адрес его и его семьи исходят. Тогда много было всевозможных событий. Я сказал ему, мы обязательно заедем поговорим. И вот когда по времени это все сдвинулось, вот развязка была следующая. Вот этот УАЗик, который под домом стоял, оказались люди в камуфляже с оружием. Он это увидел, мимо двора проехал, но его догнали. Еще одна машина, белый Volkswagen, старый, по описанию, перекрыли, вытянули их с машины, положили прямо на проезжую часть. Это в районе 18-19 часов было, центр города, проезжая часть. То есть силовики без сомнения украинские. Вот, обыскивали, допрашивали. Все лежали, никого не поднимали. Телефоны, документы. После этого по фамилии, сразу это по фамилии было озвучено, кто такой-то, такой-то. То есть конкретно его. Конкретно его забрали, всех остальных просто оставили лежать и увезли в неизвестном направлении. Принято нами было решение, собрание. Провелись с кем-то по селектору. Позвонили в Киев, поговорили с центральным провидом, поговорил с Ярошем. Сегодня мы направили утром на него обращение. И вчера выложили статью, попросили максимальный репост и подключиться всем демократическим силам, общественникам, какие-то, может, силовые структуры, кто не знал, что есть такая проблема, существует проблема, что каким-то образом притесняют патриотов, реальных патриотов. Поднялась эта проблема в Мариуполе. Там, по некоторым сведениям информации, несколько сотен человек сидят. Вот какая-то вот такая тайная война силовиков против нас начата. Мы хотим разобраться, вынести это в публичную плоскость. И с сегодняшнего дня распоряжение. Скорее всего, с понедельника мы официально подадим документы и заявления на пикеты, на установление палаточного городка в Краматорске. И будем привлекать СМИ, общественные организации. Я не знаю, каким образом нам доказывать, что мы, патриоты, которые сооруживаем в руках, вот как сегодня, вы берете интервью, сзади стоят машины, это мы выезжаем в Авдеевку. Это запланированный выезд. Там концентрация, как и в Марьинке, как везде по периметру наблюдается. Это был запланированный выезд. И он должен был ехать с нами. То есть патриот, который с оружием в руках согласен защищать Родину, его по каким-то, я не знаю еще, пока мы даже не понимаем, чей это заказ и почему это произошло. Он с нами не поехал. И получается, с понедельника мы будем не на передовой, а часть людей будут задействованы в организации вот этих протестных мероприятий, установлений палаточных городков и так далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова